Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю проходить Dark Souls с модом на агру, и по-моему только что один из них смолбился. А, нет. Окей, у них тут тоже такой же триггер, как на выходе из глубин. Ну, окей, веселье. Веселье началось. В общем, в прошлый раз я хотел за кадром убить двух оставшихся титанитовых демонов и получить с них титанит, и я думаю, вы можете заметить, что у меня нифига нет души человечности, так что, очевидно, у меня этого сделать не получилось. Я попробовал их убивать в ближнем бою, и закончилось это плохо. Упс. Примерно так же, как вот это сейчас, похоже, закончится. Но, в принципе, я думаю, мне как-то не очень хочется сейчас их убивать. Так что я, наверное, вернусь, когда у меня там будет арбалет более прокачанный, и оружие, в принципе, более прокаченное, возможно. Ну, и статы тоже, скорее всего, прокачаются к тому моменту. А пока что я на это забью. И души, которые у меня там были, мне тоже не очень-то нужны. Там было 20 тысяч душ, по-моему, и одна человечность. Не особенно ценно. Можно и без этого пожить. Парень, ты не хочешь сагриться и... Видимо... Нет, вот, захотел. Ура. Пока. Окей. Ну и, собственно, сегодня я направляюсь в Андро Ланда. Потому что больше некуда. Можно было бы, конечно, в катакомбы там сходить, например, или еще куда-нибудь. Но... Незачем. Так что остается Андро Ланда. Тот баудер меня не очень интересует. Я что-то хотел еще прокачать, по-моему. Топор плюс 10. Что у меня с титанитом? 9 кусков. То есть я могу этот топор прокачать, но я хотел не этот топор прокачать. Окей, я вообще зря сюда пришел. Ну, немножко душ я получил, так что это хорошо. Я хочу узнать кое-что другое. Парень, почему ты не умер с одного? Я могу, в принципе, пожертвовать два чанка, и мне все равно, скорее всего, будет хватать. Ну, или там единичек не хватит. А с мягким титанитом тоже нет проблем. Так что... Да, я пойду обратно к Андро сейчас. И сделаю там кое-что другое. Да, и вроде бы можно было с Фастролом еще делать этот трюк. Сейчас у меня должен быть Фастрол. Где этот арбалетчик? А, вот он. Окей, сначала нужно его убить. Потом уже разбираться с Фастролом. Окей, он мертв. Он тоже что-то дропнул. Хорошо. Так. Да, так тоже можно. Не с Фастролом, а с Фастролом. В общем, Фастрол. На конце Фастрола использовать предмет. И сразу же открыть инвентарь. Тоже работает. Ну, в принципе, проще, по-моему, атакой. Потому что атака это, в принципе, проще. Андро. Да, у меня здесь офигенный уголь для тебя. Забери его. И сделай мне из него что-нибудь. Конкретно. Я постоянно говорю, что мне надо бы разобраться с инвентарем, но я постоянно забываю это сделать. Ол. Так, нет. Оно не здесь, потому что его нужно модифицировать. Да, плюс шесть. А. Да. Об этом. Мне нужно даже не здесь еще быть. Мне нужно быть в Фаерлинке. Поскольку у меня нет никаких... У меня нет вардвеса, так что я не могу варпаться. Так что мне придется туда добежать пешком. Но это не проблема. Добежать туда пешком несложно. Руки мне, кстати, вообще абсолютно не нужны теперь. У меня нет никаких причин возвращаться в Нью-Ланда. Королей я убил. Больше там ничего интересного нет. Ну то есть разве что в Даркрейф вступить. Но я скорее отдам фрампту вардвеса, потому что фрамп полезнее, чем касс, если не учитывать кооператив. Не кооператив, а наоборот, пвп. А если учитывать пвп даже, то все равно я могу использовать знак. Или стать лесником, или использовать даркмоновский. Их Орб. В общем, не люблю я касса. Да, конечно, он броню дает. Офигенно выглядящую. Но... Как-то ради одной брони терять возможность ухудшать титанит. Ну то есть не ухудшать, а... Даунгрейдить, по сути. Получать из одного большого куска несколько мелких. Это, по-моему, значительно ценнее, чем броня и меч. Меч там унылый. Броня там, в принципе, по статам, по-моему, тоже довольно унылая. Но зато... Она красиво выглядит. Мне интересно, не обидится ли он. Потому что я же поговорил с Катом. Так что он вполне может мне сейчас сказать, что... Нет? Не скажет? Окей. Ладно. Мне нужно скормить ему Чанг. И мне нужно скормить ему еще один Чанг. Потому что один Чанг это три куска всего лишь. Теперь мне должно всего хватать. И теперь я, опять же... Буду использовать баги для того, чтобы вернуться. В основном я даже не души экономлю на этом. Ну то есть, да, конечно, каждая кость... Это там 500 душ или 400 или 300. В зависимости от того, где покупать. Но я больше экономлю время, потому что мне лень бежать и покупать их. То есть, нужно куда-то идти, где они продаются. А это мне делает лень. Мне не хватит душ. Вот в чем небольшая проблема. Но мне их хватит на что-то. Нет, мне их даже на что-то не хватит. Ну, у меня были консервы вроде бы. Душу голема я не собираюсь жрать. Потому что я из нее хочу сделать кое-что другое. А вот 8000 мне хватит. Должно хватить. Так вот. Еще плюс один. И 8 кусков должно вообще хватить, чтобы проапгрейдить до 15. Должно. Правильно? У меня 8 есть кусков. Да. Нет, у меня 7 кусков. 7 должно хватить. Окей. То есть, это 2. Это еще 2. Это 4. Это еще 3. Это 7. И 1 слаб до 15. Все. У меня теперь есть плюс 15 пушка. Мне придется... В принципе... Есть ли у меня... Нет, у меня нет варджовых шардов. Окей. Тогда вообще нафиг. Мне теперь придется немножко поменять эквип. Потому что эта пушка весит значительно тяжелее. Но я все равно могу что-нибудь с этим придумать. Если я найду. У меня есть алибарда. Это хорошо. У меня нет статов на нее. Это плохо. Но все равно. Окей. И мне нужно снять шлем и перчатки. Все равно не хватает. Штаны полегче. Баудерские. Все еще. Да, баудерские даже, по-моему, не полегче. Не особенно полегче, по крайней мере. Вот так вот будет хватать. Окей. Сойдет. И теперь у меня есть вот это вот... Так. Мне нужно, чтобы они отсюда свалили. Потому что здесь их убивать очень неудобно. Теперь у меня есть вот это вот вундервафля. Который является, по-моему, самым дамаговым силовым оружием в игре. То есть при 40 силы или больше 40 силы. У меня сейчас 46. А ничего дамагового вроде как нет. Ну, сейчас проверим. Имеется в виду дамаг за удар. И, наверное, стоило бы попадать по противнику. 618. С разбегу. Ничего так. Сойдет. Сойдет. Ну, в принципе, пока что это не важно. Потому что я сейчас особенно ни с кем воевать не собираюсь. То есть, да, вот этот парень сам себя убьет. Потому что он такой. Пока. Баудеры там двое на крыше. Да, конечно, один арбалетчик. А второй мечник, который вряд ли до меня дойдет. Ну, кроме этого. Ван Ролонда я не знаю, что будет. Там, по-моему, сразу все агрится. Потому что мод на агру. И это может быть весело. И я совсем не знаю, что будет на балках ван Ролонда. Там обычно все совсем весело. Даже без мода на агру. Если там все это сразу сагрится, то будет совсем веселье. Ну, да ладно. Упс. Стамина. Парень, ты можешь достать меч и пытаться меня ударить мечом? Или у него нет такой возможности? Видимо, у него нет такой возможности. Ладно. Тогда так. Я не вижу урон. Окей, я убил его первым ударом бэкстаба, нанеся ему 228 урона. Сойдет. Неплохо так. Ну, и, собственно, теперь... Я никогда раньше не замечал эти статуи. Почему они здесь? Ну да ладно. Теперь ван Ролонда. Вот это вот на заднем фоне заваленный проход выглядит как нормальный человеческий путь ван Ролонда. То есть, без летающих демонов. Пешком. Ну, с другой стороны, учитывая высоту, там должна быть либо какая-то нехилая лестница, либо какой-то лифт. Ну, в принципе, оно там вполне может быть, потому что само Ман Ролонда хватает. Хотя, нет, с другой стороны, сам Ман Ролонда-то, он ниже, чем я сейчас буду. Ну, то есть, в принципе, он выше, чем Сен, но он ниже, чем вот эта вот верхняя часть, потому что это как бы стена. Окей. Там может даже не быть никакой лестницы и просто выход в какие-нибудь подвалы. Ну да ладно, это не важно. Это не важно. Ана Ролонда. Здесь меня будут убивать. Возможно, меня будут убивать вот прямо здесь. Если нет, то меня будут убивать там, где Бауки. И потом меня будут убивать, наверное, дальше. За мостом. Ты, парень. Спасибо. Ты сделал именно то, что я хотел от тебя. Но, блин, у тебя, как и у всех остальных подобных тебе, сраная атака, длящаяся 15 минут по времени. Ну, окей, один мертв, я тоже мертв. Сойдет. Я не отдохнул у костра в сцене. Это нехорошо. Это совсем нехорошо. Ладно, тогда другой план. Я попытаюсь пробежать мимо всего этого к костру Ван Ролонда и потом уже оттуда со всем этим разбираться. Возможно, это более хороший вариант. Скорее всего, это более хороший вариант. Так, вы двое. Смерть. Окей. Следующий сам умрет. Наверху только арбалетчик мне будет мешать хоть сколько-то. В общем, до Ана Ролонда никаких проблем нет. В принципе, он даже не сам умрет. Я просто его проигнорирую. Это тоже хороший вариант. Это даже быстрее. И дальше он тоже сам умрет. Но он не умрет, он выживет, но... Одна фигня. Он больше не будет мне мешать. Так. Наверх. Арбалетчика убить стоит, наверное. Хотя его тоже можно проигнорировать, в принципе. Но его просто быстрее убить, наверное. Если он сам никуда не упадет. Привет, арбалетчик. Пока, арбалетчик. Одной рукой 522. Печально. Я ожидал немножко большего. Но, с другой стороны, я не знаю никакого другого оружия, которое дамажит 600 ударом с разбегу. Коса где-то близко. При 40 дексы. Но она именно где-то близко, но... Не 600. Возможно, она даже достаточно далеко. Хотя нет. С разбегу она, скорее всего, сильно далеко. Она может быть... Р2. Где-то близко. Упс. Дай мне пройти. Парень. Это проблема. Это серьезная проблема. Главная проблема здесь в том, что они бьют несинхронно. То есть я как бы не могу от всех сразу уворачиваться, потому что я уворачиваюсь от одного, и после этого у ворота по мне сразу же попадает другой. Ну да ладно, я пробежал. Я надеюсь, мне дадут заюзать костер. И все будет хорошо относительно. Там они уже выходят и мимит. Вместе с ними выходит веселье. Костер. Костер. Черт, я не могу заюзать костер. Совсем веселье. Ну ладно. Хотя бы здесь, на открытом пространстве, я с ними смогу справиться, скорее всего. Хотя я еще раз хочу проверить костер. Возможно, это мимик. Если это мимик, то проблем немножко меньше. Но нет, это не только мимик. Это все. Здесь я их могу как-то по одному, наверное, пытаться выманить. Упс. У них слишком читерские щиты. Это проблема. И слишком большая дальность атаки. Это тоже проблема. Окей. Упс. Рано перекатился. Нет, не убивайте меня. Это, по-моему, даже хуже, чем четыре каменных рыцаря в прохождении с игрой вложенном мире. Ну, вот опять я от одного увернулся, но следующие два, по-моему, не попали в этот момент. Ладно, хотя бы мимика я убью. Он не респавнится. Или не убью, потому что у меня очень медленная атака. Ну нет, мимик не должен быть проблемой, потому что он сильно быстрее, чем все остальное. То есть я могу его так вот выманить к себе куда-нибудь сюда. И убить. Да. Окей, он не респавнится, так что одной проблемы меньше. Нет, я не успел. Что мне делать со всеми этими стражами? Я понятия не имею. Наверное, стоит использовать костер в сцене, потому что от него бежать ближе. А проблем... Ну, на одного баудера больше, но на двух змеи людов меньше. На трех змеи людов меньше. Мимо которых, в принципе, можно спокойно пробежать. А бежать там, ну, относится... Хотя... Возможно, даже здесь короче. Или примерно так же. Упс. Это не то, что я хотел сделать, нет. Не, Настя. Я хотел сделать вот это. Я хотел открыть инвентарь. Если я сниму все и возьму кольцо... Да, точно, я же еще идиот с кольцом, которое мне не нужно. Так у меня будет фастрол. Фастрол мне в этом поможет сильнее, чем броня. Потому что броня вообще по барабану. Почему здесь? Почему ты здесь? Окей, неважно. Броня здесь как бы по барабану, а фастрол мне поможет. И я даже смогу что-нибудь с ним использовать. А, 30... 31,5 мне нужно. Мне нужно меньше, чем 31,5. А, сойдет кольчуга. А, в принципе, нет. Я отсюда пойду. С фастролом все должно быть значительно проще. Должно быть. Может быть, даже будет. Как получится. Умри. Спасибо. Посмотрим. Так, что у меня за атаки вообще? Р2. Очень медленно и не очень эффективно. Так, и оно всю стамину жрет или у меня была неполная? Окей, у меня была неполная. И после нее такая же. Окей, бесполезно. Кто-то где-то умер. Это хорошо, это всегда радует. Р1. Понятно. С разбега тоже понятно. После переката... Что, кстати? С разворота была вроде бы такая. Да. Сойдет. Одноручная. Р1. То же, что и двуручная, только вроде чуть быстрее. Р2. Ага. И в другую сторону. Окей. С разбега такая же, как двуручная примерно. И после переката тоже с разворота должна быть. Да. Окей. Муфсет понятен. Можно пользоваться. И в принципе я бы предпочел использовать... Я бы предпочел не использовать Р2. Обычные. То есть... Ну, в принципе вообще не использовать Р2. Потому что они ни для чего не используются, кроме атаки в прыжке. И того, для чего они обычно используются. Опс. Я не думал, что он по мне попадет. Окей. Я снова попытаюсь заюзать костер. Потому что если он заюзается, то все будет значительно проще. А он, возможно, заюзается, если они достаточно далеко. Я могу, конечно, перезайти в игру. И тогда он заюзается. Должен, по крайней мере. Но... Я не хочу ломать свою запись. Ладно, окей. Костер не юзается. Я могу его вообще не использовать и побежать сразу вниз. И это, возможно, даже хороший вариант. Потому что... Я не знаю, что эти парни будут делать, если я пойду вниз. То есть, если они упадут за мной и умрут от этого, то это будет хорошо. Ну, они, по-моему, этого не сделают. Нет, они это сделают. Окей. Двое умерли. Ждем остальных. Пока что можно разобраться с вот этим вот парнем. Горгулия. Что ты делаешь? Почему ты меня не атакуешь, а идешь просто. Неважно. Два удара. Алибарда бесполезна. Еще двое упало, по-моему. Или один. По-моему, двое. Еще один упал и выжил. Окей. Он, видимо, не упал и выжил, а приехал на лифте. Но с одним я могу справиться. Один это вообще не проблема. Только нужно его выманить сюда вот на чуть-чуть более открытое пространство. Потому что на лестнице с ним воевать это не лучшая идея. Окей. Конечно же, его щит все забылочит, потому что он у него читерский. Нет. Упс. Главное, чтобы он меня не скинул. Потому что если он меня скинет, будет плохо, а если нет, то я могу сделать просто вот так. Окей. Этот парень тоже мертв. Дропните Алибарду. В принципе, пофиг, потому что ее можно купить у кузнеца. Так что, да. Можете не дропать. Я хочу теперь подняться все-таки вверх и использовать костер. Потому что костер это полезная вещь. Это может быть не очевидно, но костер это очень полезная вещь. Окей. Я надеюсь, они все попадали и умерли. Ну или хотя бы, если там один остался, то это не проблема. Если два осталось, в принципе, это тоже не особенная проблема. С двумя справиться можно. Но нет, они здесь не остались. Они все попадали, они все умерли. И ни один из них не дропнул то, что мне нужно. Окей. Также кристальная Алибарда, похоже, не остается после мимика. Потому что я ее не подобрал и умер. Ну, в принципе, она мне не нужна была. Но вообще, она очень хорошее оружие. Вот здесь этот мимик обычно стоит. Если его убить или если в него кинуть талисман Лоида, то можно подобрать с него кристальную Алибарду. И кристальная Алибарда, она очень-очень неплоха. Ну, а она, естественно, кристальная, и ее нельзя чинить. Так что, да. Я хочу пока что... Пока они мертвы, я хочу сбегать и собрать все вот эти вот сундуки. Потому что там есть демонический титанит, там есть вот этот вот мерцающий, который я взял, и все, по сути. Еще один сундук, это мимик, в котором лежала эта кристальная Алибарда, но я не смог с ним ничего сделать. Демонический титанит, одна штука. Пока что он мне не нужен. Я что-то хотел им апгрейдить. А, топор голема? Да, точно. И он у меня даже относительно скоро, скорее всего, будет, если можно его сделать из того топора, который у меня есть. Но... Не знаю. Мне его пока что не нужно апгрейдить. У меня пока что есть достаточно неплохое оружие. Что у меня со статами, кстати? Ничего хорошего. 46 сил и 30. Выносливость и все остальное стартовое. Окей. Я не думаю, что я буду использовать какую-либо магию. В принципе, у меня даже салотов под нее нет. Но если бы я вдруг решил использовать какую-нибудь магию, то какой-нибудь там... Crystal Magic Weapon или... Как оно называется? Sunlight Blade. Сюда бы очень подошел к такому... К такому-то пару. Так. Ну, или просто... Power Within. Но мне не хочется тратить... Во-первых, не хочется просто использовать магию. Во-вторых, мне не хочется тратить очки на салоты под эту магию и на статы под эту магию. То есть Power Within самое дешевое из этого всего, потому что нужно всего лишь два... Два поинта потратить в Оттенмент, чтобы у меня был один салот. И дальше можно просто подобрать и использовать. Ну, и пиромантию взять. Но пиромантия это не проблема. Так что... Да. Окей. Да, я выключил камеру. Где это было в настройках? Вот это. Если это не выключать, то камеру здесь очень-очень сильно колбасит между этими колоннами, и из-за этого можно легко упасть. Если выключить, то никаких проблем вообще. Привет, парень. Пока, парень. 869. Я хочу бэкстаб попробовать. Чёрт. У меня не получится на них попробовать бэкстаб. Их я могу отпарировать, в принципе. Попробовать. У меня тоже не факт, что получится, потому что я их достаточно плохо парирую, но... Попытаться можно. Хватит кидаться в меня железками. Нет. Нет. Пока. Спасибо, что умер. Ну, кстати, если они так уж агрятся, то это не такая уж проблема, потому что они тут очень быстро все попадают. Или меня скинут. Да. Определённо меня скинут. Ну и сами, конечно, за мной тоже спрыгнут, но это мне не помогает, потому что они респаунятся. Что мне с ними сделать? Возможно, вариантом было бы взять что-то более быстрое. Но мне даже щита не хватает, чтобы их нормально было очить. Ладно, пофиг. Попробую ещё раз таким же способом просто их заставлять спрыгивать или бить своей вандровафлей. Может быть, сработает. А-а-а, лифт. К счастью, он спускается медленнее, чем я падаю. В принципе, я мог бы пользоваться тем трюком, что спрыгивать с лифта на полпути и падать сюда вот куда-то. Но я не очень хочу. Ну, то есть, мне как-то всё равно. Мне не жалко эти, там, 5 секунд потратить, чтобы по лестнице спуститься. Может быть, 10 секунд. Я не пытаюсь спидранить. О, я могу этого забэкстабить, кстати. Нет, не могу. Опс. Нет, видимо, всё-таки не могу. Их вообще можно бэкстабить, но... Да! Ура! А, блин, я не могу узнать, сколько я им урона наношу, потому что я их убиваю первым ударом. Так, а можно ли мне сделать что-то с этим парнем, чтобы он оттуда прямо спрыгнул? Я могу подождать, пока туда все остальные придут? Я могу достать арбалет? Или даже вот так? Получится его? Видимо, нет. Но он сам решил спуститься. Окей, кстати, это хороший вариант, потому что если он сам спускается, то я могу сделать просто вот так. Я хочу узнать, достанет ли Дрейксор туда. Видимо, нет. Окей. Упс. Убрать. Этот парень решил ко мне спуститься по-человечески. Это хорошо. Ну, хватит кидаться железками в меня. Это больно. И ты. Все? Или еще кто-то? Еще один остался. Но я думаю, с одним я справлюсь. Особенно, когда в меня не кидаются всякими железками. Это обычно делает все немножко проще. Парень, прыгай. Ну, блин. Ты должен был спрыгнуть. Ну, ладно. Как хочешь. Мне, в принципе, не нужны ни метательные ножи, ни их меч. Потому что их меч дексовый. А у меня декса немножко не хватает. На него. А ножи, в принципе, бесполезны. Можно здесь перерубить эту цепь. И тогда внизу можно будет подобрать Great Magic Weapon, по-моему. Да. Но у меня, очевидно, около нуля интеллекта. 8. Так что я никогда не смогу его использовать. Также слева сундук с Divine Blessing. Туда можно через эту статую перепрыгнуть. Но не нужно. То есть можно спрыгнуть отсюда на статую, на саму. Да. Можно спрыгнуть просто вот отсюда. На платформу и с другой стороны вниз. Подняться, взять сундук и таким же способом обратно попасть. Потому что там спуск вот тот, он ведет на ту платформу чуть ниже. И таким образом можно оттуда выбраться. Гаргулия. Ну, к счастью, мне теперь не придется идти через этот зал еще раз. Пока что. Так что, если я даже сейчас умру, то ничего страшного. Но я надеюсь, я сейчас не умру. Гаргулии вообще не очень опасны. Черт. Ну, они очень любят вот так вот летать туда-сюда. И это жутко напрягает. Умри уже. Спасибо. И стражи тоже пришли. И демоны. Окей, это немножко веселее. Это совсем веселее. Ладно, мне нужно свалить немного от вас, парни. Окей, все неплохо, потому что они разделились. Один пошел по этой стороне, другой пошел по другой стороне. Так что я могу, наверное, увернуться от него. Не так, чтобы он читерским каким-то своим способом по мне все равно попал. Два раза подряд. Ну, видимо, нет. Видимо, я не могу. Я ненавижу этих стражей. У них слишком читерский блок, и у них слишком читерские атаки. То есть я понимаю, что можно сделать там врагов с нормальным щитом. Но у них этот щит, он не работает как щит. Он работает как кусок уровня. То есть у них нет стабильности, у них нет процентного блока. Он просто полностью блокирует любые атаки, и им по грабану вообще все. И это нехорошо. И, блин, не применяется сквозь него. Потому что он не является частью врага, как бы, а он является куском уровня. Ну, то есть не куском уровня, конечно, но... Примерно. Он работает как кусок уровня. Так-то он является, естественно, частью врага. Причем даже если бить их... То есть иногда получается, что визуально я попадаю по стражу. Но после этого я задеваю его щит, или до этого я задеваю его щит, и урон все равно не засчитывается. Хотя я визуально по нему попал. Не по щиту, а по нему, по самому. И это совсем жутко напрягает. Кстати, странно, что они идут по ступенькам для людей, а не для гигантов. Но это нормально. Наверное. Почему я не попал? Ну, окей, один труп. Упс. Ладно. Хорошо. Отпрыгивай. Второй труп. Окей. Теперь эти парни. Почему они там стоят и ничего не делают? Алибарды не дропнули. Жаль. Я не помню, как работает их алибарда. В смысле, насколько у него там хорошие скейлинги и все остальное. Но попробовать стоит, наверное. Этот мед. Этот, может быть. Этих демонов я тоже ненавижу. Потому что они даже, когда попадают в щит, они очень сильно отодвигают. И при этом они... Еще и сами достаточно быстрые. Я слышу гигантов внутри. И это печально. Странно, что этот не сагрился. У него, видимо, какой-то тут конкретный скрипт стоит. Чтобы не агриться. Смогу ли я что-то с этим сделать? Достанет ли? Нет. Чуть-чуть не достает. Потому что если достанет, то, может быть, что-то из этого получится. Да. Из этого получится именно то, что я хотел. Чтобы из этого получилось. Дрейксворд, он... Ну, убсткий, конечно, но очень веселый. Умри. Что с этими парнями? Насколько они станут сложнее? И станут ли они вообще сложнее? Я предположу, что не особенно. Почему-то левый, по мне, не стреляет, а пытается куда-то бежать. Так что они даже, возможно, станут легче. Потому что бежать у него получается плохо. Стрелять у него обычно получается значительно лучше. Так. Упс. Я случайно в пропасть. Окей. Я не совсем понял, как это произошло. Я перестал бежать вроде как. Хотя, не знаю. Не уверен. Ну ладно, мне нужно дойти до костра. Хотя, возможно, там все еще хуже. Но хотя бы нужно добежать туда попытаться. Хотя, дадут ли мне использовать этот костер? Ну, в принципе, там серебряные рыцари. С ними таких особых проблем не должно быть. Так что даже если не дадут, то мне придется зачистить первый этаж. Это не сложно. Там их сколько? Двое? Трое? Двое, по-моему. Так что это хорошо. Главное пройти через серебряных рыцарей и через все, что до них. Но до них можно просто тупо бежать мимо всего. Это работает без мод на агру. Это точно так же должно работать с модом на агру. Потому что демоны, они не пролезают в эти узкие проходы, через которые там нужно бежать. И гиганты, они тем более туда не пролезают, потому что они еще больше демонов. Так что, по сути, за мной никто бежать не может. Меня могут по пути немножко доставать. То есть вот сейчас эти двое, нужно с ними что-то сделать. Нужно мимо них пробежать. Но я могу бежать с какой-то стороны, типа вот так. И тогда проблем меньше. И вот эти вот два демона могут доставить неприятностей. Но нет. Они могут, но не будут. Этот парень вряд ли что-то сделает. Да. Те двое. Я надеюсь, один сам себя убьет. Они это любят. Но если нет, то я просто одного из них убью. Второе. Опять же, никаких проблем. Я просто бегу вперед. Почему у меня неполная жизнь? Где я потратил жизнь? Окей, я не знаю. Окей. Вверх. Опс. Да, я понял, что там происходит. И это проблема. Потому что левый, он перемещается перед тем, как снова начать стрелять. То есть он подбегает к краю и начинает по мне стрелять. Это проблема. Это серьезная проблема. Я могу его... Что с ними лучше сделать? Я могу сагрить правого и попытаться его выменить вниз. Обратно. Возможно, это поможет. Может быть и нет. Посмотрим. Возможно, я вот так вот потерял. Да, точно. Наверное. Наверное, я от падений в прошлый раз потерял немного жизни. Ладно. Мне нужно сегодня пройти через черных... Не черных рыцарей. Через серебряных рыцарей. Так что я буду пытаться, пока я не пройду через них. Возможно, я вырежу несколько попыток. Если совсем уж все плохо будет. Но пока что я пытаюсь все еще. Стражи, как обычно. То есть я могу просто бежать по правой стороне. В прошлый раз у меня стамина кончилась. Это мне немножко помешало. Теперь на меня агрятся как бы... Ну, они оба агрятся. Но бьет меня только один. А второй просто пытается подойти. Так что я могу без проблем мимо них пробежать. Мне нужно всего лишь от одного увернуться. Стамина. Ты промазал. Ты промазал. Все. С демонами нет проблем. С этим демоном не должно быть вообще проблем. Он слишком медленный и тупой. Эти двое... Упс. Не успел перекатиться. Тоже нет проблем. Лучники. Да, вот левый, он подходит на самый верх и оттуда по мне стреляет. Это... Упс. Это немножко печально. Что с этим можно сделать? Да, это проблема. Так. Попал все-таки. Я не знаю. Я вообще понятия не имею, что с ними делать. Ну, то есть, естественно, можно взять там лук, ядовитые стрелы. Но это... Это слишком просто и тупо. Поезд не поможет, потому что они через любой поезд пробивают. Парировать стрелы тоже не поможет, потому что я от них могу с тем же успехом перекатываться. Проблема в том, что их двое, и они стреляют не синхронно. Точнее, даже если они стреляют синхронно, от меня до них разное расстояние. В общем, долетают они в любом случае не синхронно. Я не могу их заставить стрелять так, чтобы долетало синхронно. Не знаю, непонятно. Непонятно. Я могу подбежать к правому, заставить его достать меч, увернуться от одной стрелы и побежать назад. Я надеюсь, он либо сам упадет, либо за мной пойдет туда, где левый не сможет меня достать. И там я его смогу убить. В теории должно прокатить. На практике он может вполне забить на то, чтобы доставать меч и пытаться в меня стрелять в упор. Это было бы нехорошо. Это было бы очень нехорошо. Хотя, с другой стороны... Я могу просто сделать атаку после переката. Она, скорее всего, его либо убьет, либо скинет. То есть, меня вообще по барабану на все. Главное выжить. Но я не уверен, что я выживу при этом. То есть, во время атаки после переката по мне попасть могут. И это нехорошо. Упс. Меня могут скинуть таким образом. И это совсем нехорошо. Также... Упс. Какого хрена ты не должен был попасть? Почему я его вообще не вижу? Левого лучника. Где он вообще? Окей, он стреляет в меня сквозь колонну. Это не то, как оно должно работать. Так. Сокрить правого и вернуться назад. Может сработать. Вставай, мяч. Окей. Нет. Нет. Ненависть. Ну, оно сработало, но я неправильно перекатился. Почему они респаунятся? Если бы они не респаунились, все было бы значительно проще. Левый на этот раз сразу решил стрелять, так что возможно что-то изменится. А правый подошел поближе. Возможно что-то хорошее. Может быть нет. Определенно нет. Нет. Да почему? Почему я не слышал этого выстрела? Я слышал предыдущий, но я не слышал этого. Кого хрена? Ну, если он там, то значит он с большей вероятностью достанет свой меч. Да. Да. Черт, не успел перекатиться, но я жив. Так что, да. Все, ура. Пройдено. Я забил на левого. Левый не нужен. Теперь главное не умереть здесь, потому что здесь вполне может быть что-нибудь. Не так. Конкретно здесь прямо передо мной может быть серебряный рицарь. Нет? Да. Бэкстап тебе. Одноручный бэкстап. Больше тысячи урона. Он пришел откуда, интересно? С второго этажа? Потому что здесь дверь закрыта. И куда делся мечник отсюда? Ладно, я не хочу знать. Упс, мимик. Я не хочу знать, я хочу зайти сюда и попытаться отдохнуть у костра. Савейра здесь нет почему-то. Наверное, потому что я где-то с ним не поговорил. Ну ладно. Окей, отдохнуть у костра мне дадут, значит все хорошо. На этом тогда все, наконец-то. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok